Прежде всего, это второй канал, сегодня будем готовить пиццу. Так я думал, но потом я обнаружил, сколько у меня муки. Довольно немного, но мы попробуем приготовить пиццу в условиях дефицита муки. Все-таки никто не любит корки, поэтому теста у нас практически не будет. Короче, я не помню, готовил ли я когда-нибудь пиццу. По-моему, готовил, но выходило не очень. Но сегодня мы попробуем. Вообще, это не должно быть сложно, потому что пицца это простая еда, когда бедные итальянские христиане просто доедали все, что у них было, накладывая это на лепешку. Короче, надо замусить сначала тесто, но еще перед этим надо, наверное, разогреть плиту, потому что пиццу надо выпихать типа в горячей плите. Для этого надо вымыть все, что я купил в Пикс Прайсе отсюда. Это моя барабанная установка. И включить на, не знаю, на максимум. Все, пока греется, можно замусить тесто. Что, из чего состоит тесто? Тесто состоит из муки и воды. И еще, наверное, соли. Главное, нам не переборщить с водой, потому что больше муки добавить, если что, мы не сможем. Но воды нам надо немного, потому что тесто нам нужно не жидкое. Я не знаю, правильно ли я делаю. Наверное. А, делаем так. Вроде как главное не добавлять яйцо, потому что если добавить яйцо, то тесто станет твердым при запекании. И этот странный эффект не всем нравится. Так, ну пока поперемешиваем вилкой. Так, ну я думаю, теперь это нам надо замесить. В какой момент добавляются дрожжи, интересно. Сюда чуть-чуть дрожжей. Нормал, я думаю, хватит. Дрожжи сейчас начнут размножаться, выделяя воду. Короче, напердят нам в тесто. И оно у нас станет пышной, пышной. Так, ну в условиях дефицита муки все происходит не очень. Все прилипло. Нам надо добавить масло, я знаю. Ладно, будем надеяться, что это у нас превратится в большой кусок теста. Сейчас, ну теперь раз помыть. Все, забыли. Итак, в условиях дефицита теста, такие у нас бедные условия, нищенские. У нас есть куча продуктов. Сыр твердый. Сыр мягкий. Не сыр. Не сыр в полосках. Ну, бекон был по акции, что я правда не хочу сказать. Итак, нам надо замутить, знаете, что соус для пиццы. Он делается из томатной пасты. И еще чего-нибудь туда можно пихнуть. Например, чеснок. Вот томатная паста. И травы какие-нибудь. Базилик и орегано. Звучит, как итальянские слова, так что подойдет. А то и чеснок есть сушеный. Так что я толочь чеснок не буду. Так, ну сначала надо замешать соус с нами. Соус у нас пойдет паста. Я не знаю, сколько нам понадобится. Это не кетчупье. Ну, давайте. Ну, пофиг, больше что нам никогда не понадобится. Так что положим все. Так, туда же нам надо пихнуть всяких трав, чеснока, гвазилика и орегано. Мама сам. Теперь это надо все занюхнуть. Кстати, пахнет нормально. Все-таки такие специи, это не арабские такие специи, которые нюхнешь, типа умер. Так, я даю где бы еще бах. Это уже много. Все равно пахнет томатной пастой. Но я думаю, так и должно быть. А чай и специи раскрываются в масле, можно немного масла пахнуть. Вообще надо оливковое, по идее. Но оливковое невкусное. Все, кто его ест, ничего не понимают в еде. А, кстати, вот так уже зашибись. Так, ну нормально. Теперь начинка. Подготовим ее заранее. Что нам понадобится? Ну, во-первых, сыр. Во-вторых, мясо. В-третьих, надо еще что-нибудь полезное, да? Оливки. Черные. Без косточки. Зашибись. Начнем с натирания сыра, потому что это самое дручевое. Пусть там вот. Так, берем сыр. Трем. По-хорошему надо терять на мелкой терке, но это очень долго. Но, что поделаешь. Ладно, сойдет пока. Я сейчас сверху еще натрю. И туда еще моцарелла. Но моцарелла у нас хранится в пакетике, там где какая-то вода. Надо скрывать осторожно. Рассол, короче. Достаем шарик. Опа! А он и не шарик. Скорее, лысый еж. Ладно, так. И натрем его. Но его можно и на большой терке, потому что он все равно развалится сейчас весь. Там, а вкус, он резиновый просто. Ну, возможно, это потому что куплен у нас. Но я не уверен. Не спец в сыре. Так, ну, это мы все, типа, перемешиваем. Вот. А это у нас будет сыр. Отлично, сыр готов. В принципе, можно просто есть сыр. Теперь нам нужно нарезать мясо. Так, ну, сначала нарежем вот это. Я не помню, что это карбонат, не карбонат. Я плохо разбираюсь в этих терминах. Карбонат не звучит, как мясо. Как название мяса. Не знаю, звучит, как звание в космической армии. Карбонат галактики. Верховный карбонат. Короче, ну, надо нарезать на какие-нибудь кусочки, чтобы они не слишком большие, не слишком маленькие, чтобы они успели пропечиться очень быстро. Ну, и не слишком большие, чтобы не надо было там пережевывать здоровенные кусманы, пока пиццу ешь. Мы просто ими посыпем. Такими кубиками, можно сказать. Ну, я думаю, столько нам хватит, потому что у нас еще есть бекон. Вот, рубрика Lifehacker. Короче, я работал в бургерной, ну, в фастфудной, в Карл Джуниере. И, короче, там научился резать бекон, потому что если резать сырой бекон или сырокопченый ножом, то это мучение просто. Короче, это очень сложно, резать бекон ножом, потому что бекон, он весь жилистый, там жир, видите. А жир плохо режется. Но суть в чем, лайфхак такой. Берется вот прям вот так. Вот всю пачку бекона беру и режу ножницами. Опа, и у меня куча маленьких бекончиков, которые уже можно на пиццу складывать. Видите, как просто. Еще у нас остались оливки, если кто помнит. И вроде как, по идее, нельзя резать оливки тем же ножом и на той же доске, что и мясо. Потому что придет Елена Летучая и, короче, не выдаст вам наклейку. Но, как говорится, ваш первый канал и второй канал, давайте вылазьте. Короче, оливки тема. Но, как говорится, есть возраст принятия оливок. Мне вот тоже раньше в детстве не нравились, а потом вроде ничего. Пишите, у вас был такой или нет. Ну, нарезаем на колечки. Короче, ну, все на пицце должно быть примерно одной формы, должно быть плоское. Чтоб никто не выпендривался. Ну, все, начинка готова. Сыр, оливки, мясо. В принципе, можно добавлять что угодно. Там ананасы, курицу. Кто-то что гораст. Так, ну, теперь нам надо посмотреть на тесто, да? Момент истины. Что ж, наш протоплазмыч, как ты там? Ну, вроде немного увеличилось. Ну, да пофиг, будем работать с тем, что есть. Короче, план такой. Так как муки у нас нет, будем все делать на бумаге для выпекания. И бумагу посыпем панировочными сухарями. По сути, та же мука, только второго рождения, так сказать. Ну, и будет у нас такое, типа, брускетто. Пицца-брускетто в каком-то. Так, наш протоплазмыч растекся. Так, и теперь нам надо сделать плоскую тему. Типа надо сделать, как в кино. Раскрутить эту пиццу, чтобы она под действием центробежной силы стала плоской. Но мы так делать не будем, естественно. Мы русские люди, будем работать скалкой. Погнали. Так, вот получилась у нас основа для пиццы. Давайте засыпать все. Так, сначала нам надо это все дело намазать пицца-соусом. Круг не идеальный, но, наверное, поэтому в Италии и делают эти блины таким образом для пиццы, чтобы было идеально ровно. Потому что скалка, видите, какая хрень получается. Ладно, на самом деле я просто не умею. Ну, мне и не надо. Зачем? Так, ну вот, мы размазали даже равномерно, так, плотненько. Зашибись. Теперь что кладем? Есть разные теории, что надо класть сначала сыр или начинку. Я думаю так, мы положим сыр, начинку, а потом еще сыр. Короче, будет у нас слоеная пицца. Так, начинка к бою. Так, ну, я уже выглядит, по-моему, неплохо. Ну, или просто уже 11 часов, а я не ужинал. Так, ну, я предлагаю еще сыр, а потом еще начинку сыр. Так, ну, я думаю, это достаточно. Осталось завернуть края, стряхнуть лишние крошки и запихнуть это в духовку. Ну, давайте заворачивать края. Так, ну, получился уродец. Так, теперь смертельный номер. Закладывание пиццы напротив. Так, и вы вернули. И прямиком в ад, как говорится. Say hello, my little friend. Все, ждем минут 15-20, наверное, сейчас засечу. И теперь пока идет готовка, запекание, так сказать. Рубрика ответы на вопросы из предыдущего кулинарного ролика. Потому что, когда я готовил котлеты, видос собрал 11 тысяч просмотров и 281 комментарий. Давайте посмотрим. Пьезу к котлетам прилепить не пробовал? Нет, не пробовал. Бить по чесноку ножом технично, но без души. А бить кулаком с душой, но не технично. Согласен. Забыл про хлебушек, размоченный в молоке. Вот, было много комментариев, что я не добавил булку, хлеб и так далее. Я считаю, что это в корне неверно. Неправильно так делать. И так делали не от хорошей жизни. Но вопрос спорный. Неоднозначный, так сказать. Хотя, может быть, и вкусно. Тут, в принципе, как вам больше нравится. Тут же нет каких-то правил, да? Кроме того, что лакриться говно. Еще были комментарии про то, что у меня открыта вода и я транжира. Ну, с одной стороны, согласен. С другой стороны, я плачу по тарифу, а не по счетчику. Поэтому я могу делать так. И вообще без зазрения совести. Мне все равно, сколько там воды натечет. Вот газ горит, это да. Поэтому сделаем холодную воду. Как-то еще интересных вопросов я так не нашел. Поэтому лучше прибраться вместо этой болтовни здесь. Тем более, время еще есть. Так, ну прошло где-то 20 минут. Я думаю, хватит. Сыр там уже активно кипел. Давайте доставим. Ох! Я дарил ему макарон. Смотрите, какая румяная. Ну что, выкладываем ее на досочку. Наконец-то можно использовать нож для пиццы, который я купил в Икеа и ни разу не использовал. Так, ну... Что это за форма? Пишите в комментариях. Но я сейчас ее разрежу. Есть ее прямо сейчас, конечно, нельзя, но мне хочется разрезать. Блин, походу получилось на жористах. Так, так как теста у нас мало, то оно точно приготовилось. И куски все на любой вкус. И побольше, и поменьше. И вот это, например. Так, ну все. И даже не прилипло к бумаге. Ждем, когда подостынет и попробуем. Итак, пицца. Кусочек выглядит так. Давайте попробуем. Еще не до конца остыло, но что поделать. Тема. Соус затащил. И другие ингредиенты тоже вкусные. Сейчас попробуем корку. Итак, корка. Корки у нас получились не пустые. Ну... Не самые лучшие корки, что я пробовал. Надо было еще соли, наверное, добавить. Но ничего так. За счет. Возможно, надо было чуть меньше томатной пасты. Ну, короче, с рецептом можно работать. Нормальная тема. Всем советую. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует...